Особенности цифровой экономики такие хочу подчеркнуть. Если раньше индустриальная экономика строилась на основе массового производства, вот все мы носим одни и те же костюмы, только размеры разные, а так костюмы все производятся в массовом порядке, по одному стандарту. А в цифровую эпоху каждый может индивидуально себе заказать костюм и производствует реабильно даже при производстве одного единственного продукта, экземпляра по вашим предпочтениям. Потому что в основе цифровой технологии сегодня лежит трехмерная печать, то есть можно печатать продукцию, поэтому можно ее сделать буквально индивидуально. Почему я это говорю? Потому что ведь теперь математика. Математика прежде описывала экономику массового производства. То есть там все производство агрегировалось, все население, все трудящиеся агрегировались и все производилось, рассчитывалось для среднего человека, для средней продукции, продукции среднего качества. А теперь в цифровую экономику будет индивидуальное производство, поэтому математика должна быть совершенно иной. Но крайне важно вообще спрогнозировать на 2-3 десятилетия, потому что, я сказал, цифровая эпоха, она протянется с 20-х до 50-х годов. И нам очень важно иметь прогноз на весь период цифровой эпохи. Вот оказалось, что для этого очень важно в математике использовать длинные циклы Кондратьев. Экономика мировая, она развивается цикличной. Есть большие, малые циклы. Вот 100 лет назад великий русский ученый, экономист Кондратьев Николай Дмитриевич открыл длинные циклы продолжительностью примерно 50-60 лет прошлого века. А вот в конце 20-го, в начале 21-го, они сократились, потому что жизнь идет динамичнее, прогресс идет быстрее. И теперь это примерно 30-40 лет. Вот в 18-м году начался шестой большой цикл Кондратьева, а каждый цикл порождается новой технологической революцией. Вот этот цикл цифровой Кондратьева, он порожден как раз эндик технологической революцией, и в ее основе будут лежать цифровые платформы, цифровые технологии. А предыдущий, пятый цикл Кондратьева, он начался в 80-м году и формировался под воздействием микроэлектронной революции, которая принесла информационно-коммуникационные технологии, биотехнологию и так далее. Поэтому, когда мы используем Кондратьевские циклы, то мы можем горизонт прогноза продлить до 50-го года. Вот мы впервые в Московском университете разработали модели, которые позволяют прогнозировать как раз на 20-30 лет. Дальше невозможно, потому что там меняется технология, и там уже предсказать трудно. То есть горизонт прогнозирования в современной экономике это максимум 30 лет. То есть дальше заглянуть практически невозможно. Вот этот шестой уклад, который протянется до середины века, он как раз основан на эндотехнологиях, цифровых и других производных от этих технологий. Двигаемся дальше. Вот они графически очень красиво выглядят. Видите, эти длинные волны, которые имеют протяженность. Вот так развивается мировая экономика волнами, как в океане. Вот идет спад, рецессия, кризис. Потом идет подъем на 20-30 лет. Потом снова кризис. То есть кризисы, подобные тем, которые последние произошли в 2008-2009 году, они являются органичной частью экономического развития. То есть они не случайны. Они наоборот даже полезны, потому что они позволяют как раз попрощаться со всем прошлыми технологиями, на малопроизводительными прошлыми формами организации труда и перейти к новым, более производительным, более качественным технологиям. Так что этот процесс, он недаром всевышний случай человечества. Вот эти красивые волны впервые как раз показал по теории Кондратьева и выдающийся японский ученый Кераока, с которым мы как раз сотрудничаем. Он работает в Токио, в одном из центральных исследовательских ресурсов в Японии. Вот мы взаимно сотрудничали и выполнили тоже ряд работ. Вот как раз применение теорий длинных волн Кондратьева в развитии мировой экономики и новая математика позволяет как раз нам заглянуть в 30-е, 40-е, до 50-х годов. Мы можем легко прогнозировать социально-экономическое развитие, а раз социально-экономическое развитие по изменению климата, геополитику, все раздражено. Идем дальше. Вот как Кераока показал развитие микроэлектроники. Видите, все развивается по логистическим волнам. Все в мире, оно так же как свет распространяется волнообразно, так же экономика. Все в природе цеплично, все в природе волнообразно. Вот так развивалась микроэлектроника. Вот там первая кривая показывает развитие микроэлектронной технологии, начиная с открытия первого транзистора и кончая с созданием первого чипа, микрочипа 70-е годы. Вот вторая показывает траекторию производства уже продуктов. Вот там вот начинают микропроцессоры Intel 8008 и кончая с современными самыми большими интегральными схемами. А вот третья линия показывает, как это все потом дефондирует в экономику, создавая новые инновационные продукты. Дальше информационно-коммуникационные технологии, которые были в основе информационной экономики. Вот эпоха информационной экономики закончилась в 18-м году, и теперь мы переходим в цифровую эпоху. Но информационные технологии, которые лежали в основе экономики знаний в 80-х по 20-й год, они лежат сейчас, составляют основу, инфраструктуру, инфраструктуру для цифровой экономики. Поэтому развивающиеся страны сегодня должны у себя как раз первую очередь, потому что информационные технологии доступны сегодня всем, включая даже мобильные технологии мобильной связи 5G, которые созданы, как мы знаем, в Китае. Это самая передовая технология, развивающиеся страны должны их у себя создавать, потому что это фундамент для формирования будущей цифровой экономики. Если у вас в стране нет развитой инфраструктуры, информационно-коммуникационной технологии, то мечтать о цифровой экономике, конечно, невозможно. Спасибо.